Дайджест недвижимости На первоначальном этапе планируется построить 121-комнатных и 122-комнатных квартир. По словам специалистов КРИК, цена за квадратный метр будет минимальной и не превысить 35 тысяч рублей за квадратный метр. Отделка во всех квартирах будет чистовой. Добавлю, в микрорайоне планируют построить несколько магазинов, физкультурно-оздоровительный комплекс, общеобразовательную школу и детский сад. Дайджест недвижимости Прокуратура проверит законности действий строительной организации. Сотрудники теруправления по Первомайскому району обследовали тепловой узел, подающий горячую воду и тепловую энергию в дом номер 15В по улице Молодой Гвардии. Поводом для встречи стали жалобы жильцов на длительное отсутствие горячего водоснабжения. Неоднократные обращения граждан в управляющую компанию Ленинского района не привели к положительному результату. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, комиссия обследовала систему горячего водоснабжения. В процессе проверки был выявлен механический разрыв на трубопроводе. Также было установлено, что данный разрыв был намеренно произведен строительной компанией Уксавитек. Сделали они это для подключения к существующей системе горячего водоснабжения строящегося жилого дома по адресу Молодой Гвардии, 15. Организации предъявили требования о выполнении работ по восстановлению подачи горячей воды в кратчайшие сроки. Проконтролирует эту работу управляющая компания. Тем не менее, прокуратуре района еще предстоит разобраться в законности действий строительной организации и возможной ответственности в случае подтверждения факта нарушения действующего законодательства, сообщает пресс-служба городской администрации. Дайджест недвижимости Теперь к ценам на недвижимость. Новостройки за месяц незначительно подросли в цене. Квадратный метр в июне стоил 44 894 рубля. Это примерно на процент больше, чем в мае. С начала года стоимость квадратного метра на рынке кировских новостроек возросла почти на 3,5%. На этом все. В студии работала Дарья Тепузлиева. Дайджест недвижимости